Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не хочу работать, перестала желание чем-то заниматься, потеряла интерес к жизни, жительные цели, как будто моя жизнь обычная серая дорога, покрытая черно-белой пленкой, ежедневный день сурка, одним словом. Связано ли это с беременностью, даже она мне не приносит радости, а скорее как тяжелое ношо, как побороть это или как привыкнуть к этому. Я не думаю, что и бороться с этим нужно, и не думаю, что привыкать к этому тоже нужно. Я думаю, что у вашего состояния есть причины. В частности, первое, что мне пришло в голову, это некое недовольство и может быть страх. Конечно, может быть и какие-то медицинские предпосылки для вашего состояния, но тут уже нужно обратиться к врачу. И именно это, мне кажется, вам в первую очередь нужно сделать, обратиться к врачу для того, чтобы убедиться, что по здоровью, по медицинской части у вас нет депрессии, ничего такого. А с точки зрения психологии нужно смотреть, когда это началось, да, и что в вашей жизни происходит. Вот. Вполне возможно, что вы на себя просто очень много не позволяете, вполне возможно, что вы себе каких-то вещей просто не позволяете, вполне возможно, что вы перестали иметь возможность быть собой, да, то есть быть естественной. для себя, вот, быть, скажем так, такой, какая вы есть, вы потеряли возможности, соответственно, вот это все привело вот к такому. Вы говорите, что, значит, ну обычная серая дорога, да, черно-белая пленка, ежедневный день сурка, ну так это же вы сами так живете, вы сами что делаете для того, чтобы было по-другому, а как вы хотели быть, да, вот как бы вы хотели, чтобы было. Это снова, вы нарисуйте образ, картинку того, как вот мы хотели бы, чтобы было иначе, каким образом. Вот, это очень важный момент. Вы говорите про беременность, про то, что она не принес вам радость, и здесь, на мой взгляд, очень важно увидеть, то, как вы вообще к беременности пришли, да. Ну, буду конкретно, то есть, это же не стандартное, наверное, было решение. Очевидно, что вы к этому как-то готовились, очевидно, что вам это было нужно. Вот. А вопрос заключается только в том, что именно вам беременность, вам было нужно. вот, и смогли ли вы, например, получить от беременности, вот, то, что вы хотели, да. Вот. Потому что, ну вот, опять же, например, мне, допустим, показалось, что нет, нет, не смогли получить, мне показалось. Мне показалось, что вы не получили от беременности того, что хотели, и более того, значит, мне показалось, что вы как-то вот больше сейчас испытываете разочарование. Вот. Может быть, это именно то, что с вами происходит. То есть, вы испытываете разочарование своей жизни, определенный кризис, кризис переживаете, когда вы, получается, ну, предлагали нам надежды какие-то, вот, на что-то, ну, на какие-то вещи, вот, на какие-то вещи в своей жизни, увы, в влагарной одежде, вот, думали, что, ну, что будет хорошо, вот, думали, что будет одним образом, вот, а в итоге получилось вдруг, ну, получилось иначе, вот, и, конечно, вам от этого неприятно, вот, и, вот, а, если разочарование само по себе, а, нормальное чувство, то есть, ну, нормально испытывается разочарование, а, нормально не получать, вот, а, чего-то, а, такого, ну, такого, на что мы рассчитывали, да, вот, то нормально их, а, проживать, а, проживать, а, по себе, в результате разочарование, а, если вы себе этого не позволяете, То есть, если вы как-то вот все, стараетесь, например, себе держать, если вы как-то вот стараетесь как-то самостоятельно справляться с теми вызовами, которые вам встречаются, то это вот тоже приводит к такой подавленности, к ощущению, к ощущению одиночества, может быть, к ощущению того, что вы потеряли, да, что вы не очень понимаете, куда вам двигаться и так далее. Потому что очень важно себя чувствовать, очень важно выражать свою реакцию, чтобы понимать, куда на вас эта реакция, в общем, и в целом, и в целом, ну, подталкивает. Вот. А если этого не делать, если этого не делать, если так не поступать, то будут, конечно, проблемы, вот, в том числе проблемы вот с самоощущениями и так далее. Я думаю, что субъективно, вот именно, именно субъективно, а это выражается и проявляется в том, что в определенный момент вы просто стали, как бы, меньше, ну, меньше задумываются о себе, да, меньше задумываются о том, например, там, допустим, чего я хочу, да, как я, как я хочу, вот, нравится мне то, что я делаю, да, вот и так далее. То есть я думаю, что вот, вот тут, ну, тут вот, а, тут вот такие, такие моменты есть, вот, и они довольно серьезные. Просто, в череде, вызов, вот, вы потеряли внимательность и чуткость к себе, к своему, ну, к своим, к своим желаниям, вот, к своим, поправностям, к своим, значит, ну, приоритетам, вот, я думаю так, я думаю так. И вот, а, собственно, это все и привело к тому, как вы себя, а, вот, а, сейчас конкретно чувствуете, вот. Поэтому, а, не бороться, а, с этим, вот, не бороться, не привыкать к этому не нужно. А, нужно брать, вот, в свои руки то, что происходит в вашей жизни, да, разбраться в себе, возвращать, а, власть над, а, своей жизнью, а, себе уже, вот. И я думаю, что это, а, ну, это приведет к тем изменениям, вот, которые, в общем-то, позволят вам вновь почувствовать вкус жизни и почувствовать, может быть, удовольствие от жизни, а, удовольствие от жизни, да. Вот. И тогда, я думаю, что, а, примерно, примерно, так, я думаю, что, примерно, такой ответ можно вам сейчас, пока не дать, вот, по, значит, по той информации, небольшой, которую вы предоставили. Вот. А так, в принципе, заручиться поддержкой психолога и начать регулярную терапию тоже было бы очень хорошим решением. Вот. Тут много зависит от срока вашей беременности, если срок большой, то я бы не рекомендовал, потому что бы, пока, все-таки, ребенок родится. Вот. И уже после рождения ребенка этим бы занялся, а если срок небольшой, вот, что можно это сделать прямо сейчас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было интересно и полезно вам. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok